x96s с крутой android tv прошивкой и автофрейм рейтом на канале технозон поехали а помните чуть больше года назад у нас был обзор на x96s вот такой вот маленький стик на s905x да нет на s905y два процессора и это аналог 905x2 но с меньшим потреблением энергии здесь поддержки сети нет хотя и можно ее подключить через внешний usb адаптер но что самое интересное я про него забыл больше чем на год но как бы он не развивался но тут упала на него сильно цена мы выпустили его в топ 5 и мы обратили внимание что появилась android tv прошивка на базе android 9 в котором есть root права в котором есть авто фрейм рейт в котором можно все то есть мы вам покажем сегодня возможности этой android tv прошивки то есть в ней есть голос в ней есть стандартные функции android tv реализовать допустим chromecast можно по нашему видео про chromecast ссылка лежит в описании под видео вы можете это тоже здесь практически его приблизить к нативному android tv в принципе как ми боксу например но у нас есть здесь ряд преимуществ это первая цена второе быстродействие это выше чем у ми бокса ну конечно же вам необходимо понимать что здесь не будет ни netflix а не допустим dolby atmos а не будет чего-то такого экстраординарного то есть это обыкновенный ты качественный достаточно ты в бокс у меня их 21 я пытался убить я экспериментировал над ним вот видите я кстати изучал как устроена у него система охлаждения и устроен он достаточно интересно то есть здесь можно я не знаю можно разгуляться здесь и ломаться то нечему что у нас есть внутри 4 гигабайта оперативной памяти 32 гигабайта хранилища 5 гигагерц вайфай который работает примерно выдает 170 мегабит на загрузку и больше 200 на выгрузку я понимаю что не в пиковые часы это может быть больше 200 он абсолютно не греется не тротлет и по производительности в джипс выдает результаты на уровне 905 x2 процессора это классно то есть мы из на нем смотрели 4k торренты онлайн мы посмотрели на нем торренты больше 50 гигабайт конечно же вам для того чтобы смотреть на нем торренты вам нужен хороший 5 герцовый роутер вам нужен хороший интернет но сам факт остается фактом что он это может но самое прикольное в этой ситуации это его цена что действительно в 2020 году цена упала настолько что он стоит практически ничего по сравнению с тв-боксами которые могут то же самое то есть это стабильный тв-бокс который не греется воспроизводит любой 4k контент еще и на android tv платформе поэтому ссылки лежат в описании под видео чтобы вы убедились насколько здесь интересная хорошая цена но и конечно же распаковку не буду показывать в оригинальном обзоре все есть вы можете там это все посмотреть но у нас в комплекте есть вот такой вот удлинитель то есть если ваш стик в телевизор не влазит то вы можете с помощью этого удлинителя подключить его и расположить как вам будет удобно есть удлинитель инфракрасного порта то есть вы можете его спрят ну так как он в любом случае спрятан за телевизор вы выносите инфракрасный пор здесь есть кусочек тремовской пленки есть обыкновенный пульт кстати который достаточно работает он легкий и удобный и есть блок питания usb вот такой вот с usb разъемом обыкновенный блок питания и обыкновенный usb кабель удобно удобно ну и конечно же хочу сказать что столь малый формат он подходит для путешествий и для тех кто хочет действительно прятать его за телевизор и не готов тянуть далан кабель также по ссылке в описании под видео можете найти прошивку на этот самый x96s и инструкцию по прошивке если хотите если мы допустим наберем достаточно лайков под этим видео если вы напишите много комментариев что это необходимо мы выпустим даже видео по прошивке этого x96s потому что есть один нюанс дело в том что эти засранцы когда писали инструкцию вернее засранцы тех кто писал инструкцию они забыли указать что недостаточно просто воткнуть кабель сюда и воткнуть компьютер в usb burning tool необходимо еще и подключить внешнее питание с помощью разветвителя потому что зачастую это не срабатывает для прошивки этого этого бокса нужен 1 ампер а юсб к сожалению 1 ампер не выдает поэтому здесь стыкая себе немножечко замороченная инструкция если интересно мы снимем видео инструкцию по прошивке настройки этого тв-бокса тв-стика даже я бы назвал но также под видео есть еще кнопка подписаться колокольчик чтобы не пропустить дальнейшие интереснейшие обзоры смарт-тв-боксов гаджетов девайсов программную конечно подождитесь резюме по этому стику мы расскажем кому он подходит и кому мы его не рекомендуем покупать но сейчас я говорю вам хавабанг ребята это же был альбом x96s на android tv прошивки на канале технозон поехали о android tv интерфейс столь привычный на таком маленьком стике давно этого ждал на самом деле стик то неплохой что ж нам придется наверное делать практически новый обзор на этот стик потому что он в корне отличается от того что я когда-то видел тогда не было тех плюшек которые появились сейчас но во первых на что хочется обратить внимание на то что здесь есть афрд и значит у нас полностью рабочий авто фрейм рейд вот мы можем включить и все у нас будет просто-напросто в огня в аиде 64 мы видим что это 4 гигабайта на 32 у нас есть с вами bluetooth есть центральный процессор cortex a53 с частотами до 1.8 я ес 4 ядра и это айм лоджик с 905 y2 и что самое интересное это энергоэффективный процессор поэтому он не будет точно так греться да у него производительность будет немного ниже чем у 905 x2 но она выше чем у 905 x и это однозначно за отображение отвечает все тот же мали g31 такой же как и в 905 x2 и в 905 x3 поэтому по графике его вообще здесь разницы практически не увидите у нас есть доступ к температуре мы сейчас включим с вами температурный монитор вот будем наблюдать у нас весь период съемок ну и конечно же должны с вами пройтись по настроечкам для того чтобы понять насколько здесь все отличается во первых это android 9 когда я делал обзор там был android 8 ну не столь суть важно сеть 245 гигагерц laner g45 здесь нет но можно подключить через внешний юсб с аккаунтами у нас проблем не было идем в настройки устройства об устройстве мы видим что это x96 с версия 300 в 311p версия android 9 в принципе у нас здесь больше ничего нет есть мелкие плюшки именно android tv типа заставки google ассистента но это такое дело также мы можем с вами юзать главный экран и настраивать те же самые каналы тут то есть здесь есть android tv home идем в droid settings в дисплее мы видим с вами что у нас 1080p сейчас выставлено это разрешение моего рекордера но он поддерживает от 480p до 4k 2k smpt при этом у него рабочий hdr dolby vision не работает мы проверяли hdr если вы включите sdr то hdr на hdr то весь интерфейс у вас изначально будет hdr hdmi цик у меня завелся на телевизорах lg но вам необходимо будет использовать для включения этот инфракрасный пульт либо обучить тот пульт который вы для него приобретете потому что для android tv-платформы конечно же советую покупать сторонние пульты но hdmi цик работает аудио output ну в принципе стандартная фича но мы будем пробовать что же он все-таки прообразовать на ресивер он сейчас подключен к ресиверу ну и при нажатии на more settings это обыкновенный android по троттлинг тесту неудивительно данная приставка в принципе на таком процессоре и не должна была греться то есть это 905 x2 процессор фактически с урезанными немножечко энергопотреблением и в ланом именно поддержкой лан нативным и у нас по производительности он выдал примерно то же самое что и 905 x 243 437 джипс и среднем это максимальный средний 42 828 джипс максимальная температура была 70 градусов это очень хорошо но мы с вами будем наблюдать какую температуру мы достигнем различного рода тестах и контенте спид тест здесь достаточно неплохой модуль 5 гигагерц и он в принципе на тендо и си 10 показывает вот сейчас мы видим 162 мегабита 159 хотя я вам скажу так что в зависимости от роутеров он показывает и лучшие результаты кстати мы видим на выгрузку сейчас 250 давайте проведем еще один тест дело в том что на том же asus я у меня на показывал он вот пожалуйста 200 чем-то стартанул я так понимаю что здесь скорее всего у нас еще и сеть загружена сейчас на загрузку поэтому он показывает такие результаты но в целом вайфай модуль здесь очень даже неплох как для сними на для такого формата как для стика то он может на 24 гигагерца все тот же провайдер стартанем и мы видим что это показатели выше среднего 42 на загрузку и в районе такой же цифры будет на выгрузку хотя может быть немного ниже 27 с половиной на выгрузку и это вполне достаточно хорошие результаты для стика за эти деньги в тестах игровой производительности он показал себя где-то между 905 x процессором и 905 x 2 вот примерно такие результаты 3542 вайсторм extreme и 6525 вайсторм unlimited но это вот до уровень 905 x для игр но по производительности своей в целом процессор именно выше чем 905 x также этому тв-боксу на этой прошивки присуще наличие голосового поиска android tv а ну потому что это все-таки android tv прошивочка нажимаем терминатор да но производит поиск при этом производит поиск по разным источникам поэтому с голосом у нас как бы вопросов нету даже тестировать нечего что касаемо тестовых роликов то нам главное чтобы он начал показывать jellyfish 120 mbps 10 бит нажимаем играть и мы видим что он спокойненько проигрывает этот 4k файл достаточно тяжелый почему 127 письма что 128 mbps это самый большой битрейт для блюрей диска поэтому он сможет с внешнего носителя проиграть любой фильм хоть еще какие-нибудь тестовые ролики поставим посмотрим как он проигрывает я как бы не вижу здесь никаких проблем hdr отрабатывает суперова то есть он проигрывает отлично любые тестовые ролики тяжелые тестовые ролики поэтому фильм из жесткого диска вы просмотреть сможете вот что с аудио у нас давайте проверять он подключен сейчас к harman kardon мы включаем с вами dolby digital плюс тестовый ролик включим сквозной вывод звука и посмотрим что у нас получилось dolby digital плюс он пробрасывает и здесь как бы вопросов нет насчет true hd не уверен да dolby true hd он не пробрасывает вот давайте еще раз dts 5.1 ядро пробрасывает есть у нас 5.1 dts звук dts hd high res смотрим dts hd high res звук есть ну как бы у меня тут вопросов нет и dolby atmos а нет мы проверяли это то что касаемо проброса звука мы получается за столь малые деньги получаем достаточно классное устройство быть многие ищут именно стик обычно берут с собой в поездке берут собой в командировке да и вообще просто его легко и классно прятать за этим самым телевизором которому мы его подключаем и вот за эти деньги у нас он воспроизводит все он воспроизводит тяжелый контент сейчас мы с вами еще воспроизведем айпи тиви телевидение при этом какой-нибудь hd айпи тиви телевидение давайте поехали hd каналы 1 hd все включилось 1920 на 1080 давайте попробуем другой канал самое интересное что стоит смотреть за температурой проигрывания и в данном случае на 54 градуса то есть при просмотре hd телевидение у нас температура 54 градуса в принципе вы можете смотреть за температурой весь все время этого теста но температура нас еще пока не подводила давайте youtube посмотрим 4к 60 fps но вот в таком варианте нам стик очень сильно заходит то есть первоначальном обзоре мы не показывали не то что у него есть авто фрейм рейд не было от его версии ну как бы по-другому мы его вообще оценивали кстати вот 4к 60 fps ролик наш мы по-другому его оценивали да в принципе не тестировали на звук его еще никто не тестировал на звук вот 4к 60 fps включили он у нас вообще 0 дропов на 328 фреймов и 3840 на 2160 смотрим смотрим вообще все отлично слушайте но у меня как бы претензий по ютюбу сразу нет потому что этот процессор способен воспроизводить youtube ну без проблем люди ну красиво красиво выходим с ютюбом тоже вопросов нет и получается остается у меня из такого мега тяжелого протестировать торренты онлайн я вчера кстати на нем весь вечер смотрел фильмы сейчас мы с вами посмотрим что я смотрел и это были терминатор темные судьбы 54 гига это торрент онлайн 4k hdr и джокер 52 гига тоже ультра hd hdr давайте попробуем тот же самый джокер посмотрим и решим как он воспроизводит смотрим он начал набирать пиров он начал набирать скорость и плюс заполнять буфер предварительной загрузки выбираем вему медиаплеер и там у меня все начало воспроизводиться при этом шикарно воспроизводится то есть данный стик имеет температуру в проигрывании 4k торрента в hdr тяжелого на 52 гига вот 62 градуса ну закипятим и его до 65 мы сейчас смотрим без монтажа без нарезок ничего не фризит ничего не 60 градусов вообще упал а 62 до 60 то есть если мы сейчас выйдем вы сразу же увидите что мы смотрели мы смотрели джокер 52 гигабайта ну давайте терминатор темные судьбы 54 гига посмотрим кто такое может и за такую цену да вот честно вам скажу мало кто это вот личное решение для тех кто не тянет провода по своей квартире для тех кто стик этот самый любит использовать и вот терминатор у нас тоже пошел проигрываться ребят при этом тоже без каких-либо затыков 63 градуса но не знаю у меня как бы вопросов к этому всему делу нет пускай играет немножко ну нужно оценить насколько он хорошо проигрывает ведь тут следует понимать еще одну вещь дело в том что он сейчас с автофреймрейтом если базовый стик у нас был на старой версии андроида 81 там полтора года назад даже чуть меньше чем полтора года назад на момент этого обзора он был без автофреймрейта он конечно же показывал все то что мы показывали в обзоре но мы не использовали тогда торренты онлайн для проверки не не проверяли проброс звука так вот сейчас это все ну просто шикарно служить и но у меня как бы вот такое вот интересное мнение насчет этого стика самое интересное что к нему если подключить через хаб клавиатуру и мышь то на нем еще и браузить можно и принципе использовать его как такой себе мини компьютер зачастую там очень многие любят что-то в браузере делать ну давайте зайдем уже в браузер если вам так сильно интересно как это работает и попробуем ну зайдем например на новости подробности и и и мы видим что новости у нас загружаются все все отлично то есть я конечно скажу что это не супер решение для браузинга для полноценного но то что браузеры здесь работают это это факт поэтому мы спокойненько можем с вами здесь и побраузить и посмотреть кино да еще и форматы по стиковой прикольно но и конечно же насчет игр geforce now я вам здесь не обещаю работать он здесь нормально не будет у вас будут проблемы с авторизацией но там есть свои моменты стик не поддерживает этот этот стик не поддерживает geforce now но какие-нибудь простенькие игры мы поиграть с вами сможем просто из маркета установив какую-нибудь гоночку к тому же здесь у нас стоит 4 на 32 и вполне это приемлемо можем даже попробовать поиграть какую-нибудь стрелялку частности давайте установим д-триггер и посмотрим что из этого получится нажимаем открыть д-триггер геймпадик у нас подключен и мы уже в д-триггере вот такая вот штукенция давайте посмотрим как он уживется с геймпадом с нашим геймсиром этот стик и насколько нам будет комфортно играть кстати температура действительно у нас все работает слушайте температура действительно крайне низкая 61 градус даже в играх такого я ну на некоторых приставках даже не видел с 905 x2 с 905 x3 процессором и это действительно вот интересно что столь мелкий столь мелкий стик может то что не могут более дорогие коллеги ну цена у него действительно прин прикольно вот реально прикольно мне это нравится хорошая реакция на геймпад нет кого-либо такого input лага сильного давайте кого-то там бам-бам-бам завалили его и сейчас появится вот главный хейтер нашего канала мы его знаем в лицо вот он он выглядит именно вот так вот поэтому можете познакомиться но я в принципе готов уже проходить резюмировать это видео потому что видео получилось на самом деле интересное мне нравится мне это действительно нравится это хорошо работает и это android прошивка android tv прошивка вернее все переходим резюмируем как выводы мы его настоятельно рекомендуем но мы его рекомендуем тем кому не важен laner g45 то есть кабельное подключение интернет те у кого есть 5 гигагерцовый роутер потому что на 2 и 4 гигагерц и честно говоря я бы не стал его использовать но он не раскроет во-первых его потенциал во вторых будете потом на меня плеваться что он плохо работает нет 5 гигагерц я считаю что это самое то для этого стика и он конечно же подходит для тех кто очень сильно хочет спрятать стик за телевизор и это идеальное решение плюс очень хорошо подходит для тех кто любит путешествовать и таскать за собой свой смарт тв бокс в других случаях я советовал бы обратить внимание на нечто более большое и более дорогое скажем так но а если вам нравится то что мы делаем пальцы вверх если нет пальцы вниз обязательно подписываемся с вами был бабал на канале технозон пока ребята